Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала Коптим Дома. И снова модуль эжекции для коптильных холодного копчения. В этот раз упрощенная версия. Изготовлю модуль, дам теоретическое обоснование функционирования, проведу испытания пока лабораторные, дам ряд практических рекомендаций по сборке и питанию модуля. Ну а уже в одном из следующих видео на канале, с началом коптильного сезона, проведу реальные испытания, реальное копчение с использованием этого модуля. Себестоимость проекта до 10 долларов США, время на сборку буквально несколько минут при наличии комплектующих. Комплектующие общедоступные полудюймовые фитинги, имеющиеся в продаже в любом строительном магазине. Инструменты самые простые, можно обойтись вообще без инструментов, но зачищать изоляцию проводов зубами не рекомендую. Все проще простого. Начну с небольшой ретроспективы. Два года назад предложил вашему вниманию правильную коптильню холодного копчения, ее прототип. Все ссылки на упоминаемые видео в описании. В коптильне реализованы эффективные охлаждения и очистка дыма от твердых частиц, от аморфных углеродов, то есть от сажи, золы, пепла, угольной пыли, и от полициклических ароматических углеводородов, в частности от бензопирена. Добиться эффективного охлаждения и глубокой очистки дыма удалось благодаря принудительной тяге в системе. А вот как раз принудительную тягу и создает модуль эжекции. Фактически самодельный вытяжной струйный насос, работающий по принципу эжекции. В первых видео на канале демонстрировал прототип модуля эжекции. Устройство, собранное на колени из того, что было под рукой. Модуль отработал один коптильный сезон без нареканий. Зимой модифицировал модуль, придал ему презентабельный вид, повысил производительность, снизил энергопотребление. Вообще вся конструкция коптильни модульная, то есть состоит из отдельных блоков, модулей. Система получилась очень гибкая, можно оперативно добавлять необходимые и сервисные модули, устранять бесполезные и неадекватно сложные, менять модули местами, играться коптильной, как конструктором Лего, улучшая ее. В результате ряда модификаций на данный момент актуальная версия коптильни, версия 2.1. Все это время модуль эжекции оставался неизменным. Несмотря на простоту коптильни, на мой взгляд, как только ее не называли в комментариях. Ядронный коллайдер, и самолет, и тромбон, и бульбулятор, и синхрофазотрон. Рассуждая в одном из видео о перспективах развития коптильни, пришел к выводу. Апгрейд нецелесообразен. Аудитории интересны простые, незатейливые и дешевые решения. Начал разработку предельно простой, недорогой коптильни. В плейлисте «Коптильня проще простого» предложил ряд упрощенных, но достаточно эффективных модулей. А вот теперь пришло время упростить и сам модуль эжекции. Наиболее технологичное, сложное, дорогостоящее устройство. Итак, мне потребуются комплектующие. Турбина. Небольшой вентилятор турбинного типа. Такие применяются в 3D принтерах. В интернете их полно. Как пример, оставлю ссылку в описании. О питании турбины чуть позже. Полудюймовая гайка. В моем случае пластиковая. Вполне допустимо использовать металлическую. Стальную или латунную. Полудюймовый стандартный тройник типа НВВ, то есть с одной наружной резьбой и двумя внутренними. Стандартный полудюймовый тройник типа ВВВ, то есть с тремя внутренними резьбами. Полудюймовый пластиковый фитинг. Переходник с полдюйма на шланг. Стандартный полудюймовый сгон. Стальной или латунной значения не имеет. Полудюймовый шар-кран с внешними резьбами. Потребуется еще источник питания турбины, но об этом позже. Комплектующие пока в сторону. Инструмент. Термоклеевой пистолет. Его с успехом может заменить так называемая холодная сварка. Двухкомпонентная минерал-полимерная композиция. Канцелярский нож. Это все. Приступаю к сборке. Беру пластиковый переходник и снимаю с него уплотнительное резиновое кольцо. Оно не понадобится. У переходника на конце утолщение. Срезаю утолщение канцелярским ножом. В тройник типа ВВВ вкручиваю переходник форсункой внутрь тройника до половины резьбы переходника. Пальцем внутри тройника придерживаю форсунку, чтобы не вращалась. На свободный участок резьбы переходника навинчиваю второй тройник типа НВВ. Полудюймовый шар-кран ввинчиваю в боковую внутреннюю резьбу тройника НВВ. Полудюймовый сгон ввинчиваю в тройник ВВВ. Вот такая нехитрая сборка получилась. Сборку пока в сторону. Займусь турбиной. На выходе турбины мне надо закрепить гайку. Крепить буду на термоклей. Зафиксировал гайку и аккуратно проклеил термоклеем. Герметизирую стыки по периметру. Готово. Оставлю на пару минут, чтобы клей остыл. Упс. С краном поторопился. Кран будет мешать монтировать турбины на эжектор. Кран пока выкручу. Ввинчиваю эжекторную сборку в гайку на турбине. Ну и кран на место. Вот, пожалуй, и все. Модуль эжекции готов. 5 минут работы и 8 долларов затрат. Проще только купить готовый. В двух словах примерно так. Турбина, гайка, тройник, кран, форсунка, тройник, выходной патрубок. Теперь немного теории, как предположительно должен работать модуль. Из турбины воздух поступает в первый тройник. Если кран перекрыт, то в тройнике создается область повышенного давления. Отсюда под давлением, через сопло форсунки, струя воздуха устремляется в выходной патрубок. В патрубке поток воздуха заполняет всю площадь сечения. Скорость потока снижается, но его кинетическая энергия сохраняется. Двигаясь дальше по патрубку, поток воздуха работает как поршень, вытягивая воздух из зоны перед форсункой с ее внешней стороны. В эту зону устремляется воздух из бокового канала тройника. Это и будет дымовой канал. Канал коптильни. Таким образом будет реализована принудительная тяга в системе коптильни. В данном случае тяга в дымовом канале будет максимальной для предложенной системы. Если кран, расположенный на первом тройнике, открыт, то основной поток воздуха из турбины, проходя через форсунку, также будет создавать тягу в дымовом канале. Основной, так как кинетическая энергия потока воздуха из турбины направлена вдоль системы, на вход форсунки. Но при этом часть воздуха будет выходить через открытый кран, снижая давление в тройнике. В этом случае тяга в дымовом канале будет минимальной для данной системы. Изменяя степень открытия крана, тягу в дымовом канале можно менять в диапазоне от минимальной до максимальной. Ширину диапазона теоретически оценить затрудняюсь. Необходимы практические испытания. Перейдем к испытаниям. Собрал вот такой макет. Основание макета – крышка от моей коктильной камеры. В данном случае она выполняет роль подставки, не более. Выходной патрубок крышки закрыл пробкой и на него навинтил полудюймовый тройник. То есть забор воздуха будет не из-под крышки, а через боковой вход тройника. В него ввинтил сгон, на другом конце которого герметично закрепил полиэтиленовый пакет емкостью примерно 2 литра. К тройнику через сгон подключил модули эжекции. В модуле установлена 12-ти вольтная турбина. Турбину подключил к сетевому адаптеру, то есть к блоку питания, как и обещал без применения паяльника. Закрыл кран, чтобы обеспечить максимальную производительность системы. Производительность замерю посредством секундомера. Перекрыл выходной патрубок эжектора, в системе возникла обратная тяга, полиэтиленовый пакет наполняется воздухом. Открыл выходной патрубок, стартовал секундомер. Эжектор высасывает воздух из пакета. 2 литра примерно за 12 секунд. Открыл кран, чтобы обеспечить минимальную производительность системы. Перекрыл выходной патрубок эжектора, в системе возникла обратная тяга, полиэтиленовый пакет наполнился воздухом. Открыл выходной патрубок, стартовал секундомер. Эжектор высасывает воздух из пакета. 2 литра примерно за 17 секунд. Таким образом, диапазон регулировки тяги в системе от 7 до 10 литров в минуту. Этого должно быть достаточно для поддержания температуры в зоне тления дымогенератора в пределах 320-380 градусов. Если даже минимальная производительность окажется выше необходимой, то решу вопрос просто. В цепь питания включу диод. На кремниевом диоде упадет 0,7 вольта. На турбине будет не 12, а 11,3 вольта. Таким образом, снижу верхнюю границу производительности, смещу диапазон регулировки. При необходимости включу два диода. Или три. Или германиевый. В общем, есть варианты. И все это без паяльника. Реальные испытания весной в процессе копчения в составе коптильни проще простого. Теперь, пока вы подписываетесь на канал, ставите лайк или дизлайк, комментируйте, как и обещал ряд практических рекомендаций. Электрические контакты изолировать. Вполне подойдет изолента. Резьбовые соединения уплотнить фум-лентой во избежание паразитных утечек и подсосов воздуха. Это несколько повысит эффективность конструкции и устранит прослабленность соединений. Входное отверстие форсунки несколько увеличить, рассверлив конусным или ступенчатым сверлом. Это также повысит эффективность. И еще. Предложу несколько вариантов питания модуля. Вариант первый. Тот, что на поверхности. Удлинитель подключить в сеть 220 в доме. Протянуть его к коптильни. В удлинитель включить адаптер. К адаптеру подключить модуль. Кто помнит мои первые публикации на канале, знает, я категорически против такого решения. Значит, для подключения компрессора к сети потребуется удлинитель. Такой удлинитель стоит от 30 условных единиц и выше. Любые дополнительные расходы это уже недостаток. Кроме того, подключив удлинитель к сети в доме, кабель нужно будет проложить через двор, через сад, по земле, по траве. Кабель постоянно будет находиться под воздействием инфракрасного и ультрафиолетового солнечного излучения. Перепадов температуры в дневное и ночное время. Кабель будет лежать в траве, под дождем, в утренней и вечерней рассеи. Эти факторы диструктивно влияют на изоляцию кабеля. При этом по двору ходите вы, ходят ваши родные, наступают на кабель, спотыкаются через него. А если повредится изоляция? А если пробьет? А если короткое замыкание? Что сгорит? Компрессор? Кабель? Или розетка в доме? Или проводка в доме? Или сухая трава у дома загорится? Не знаю, как вам, для меня это уже неприемлемый недостаток. Вариант 2. Адаптер включить в сеть 220 в доме. На выход адаптера подключить розетку. Удлинитель протянуть к коптильне. На выходе турбины установить сетевую вилку. Вилку в удлинитель. В этом случае через двор, через сад протянут кабель под напряжением 12 вольт, что значительно безопаснее. Так как ток в цепи десятки миллиампер, падением напряжения на кабеле можно пренебречь. Третий вариант. Запитать модуль от аккумулятора 12 вольт. Автономное питание – отличное решение, но есть недостаток. Потребуется зарядное устройство для аккумулятора. Четвертый вариант. В конструкции модуля применить не 12 вольтную турбину, а 5 вольтную, того же форм-фактора. В интернете этого добра хватает. Напряжение питания ниже, потребляемый ток выше, мощность приблизительно та же. При одинаковых мощностей и форм-факторах производительность та же. А запитать такую турбину можно от пауэрбанка. Пауэрбанк заряжается от обычного зарядного устройства смартфона. Пятый вариант. Применить 5 вольтную турбину запитать от 6 вольтного аккумулятора, установив в разрыв цепи питания два последовательно включенных кремниевых диода. Недостаток решения тот же, что с 12 вольтным аккумулятором. Необходимо зарядное устройство. Вариант 6. 12 вольтную турбину подключить к пауэрбанку через повышающий регулируемый преобразователь напряжения. Регулятором ситуативно устанавливать напряжение на турбине в широком диапазоне. Тем самым управлять производительностью модуля. В этом случае можно смело исключить из конструкции модуля один тройник и кран за ненадобностью. Для удобства контроля напряжения на турбине параллельно выходу преобразователя включить вольтметр. Все это аккуратно поместить в подходящий корпус. И получится предложенный в одном из моих видео ранее модуль эжекции. Соглашусь, такая конструкция несколько сложнее, но проще только купить готовую. Чуть шо обращайтесь. До встречи на канале.